Электропривод Кайман уверенно занял свое место среди реечных электроприводов и пользуется большой популярностью клиентов, кому необходим компактный, но в то же время мощный и функциональный электропривод. Сегодня в этом ролике я вам расскажу, какими возможностями обладает реечный электропривод Кайман в плане настройки параметров работы, а также об основных его функциях. Начнем. Осуществлять управление приводом и его настройками можно как с помощью кнопки управления, расположенной на панели приборов у водителя, причем удобнее всего это делать с помощью сенсорной кнопки, которая имеет четкую индикацию работы, а также с помощью пульта дистанционного управления. Функция открытия и закрытия двери. Для того, чтобы открыть или закрыть дверь, нажмите и удерживайте кнопку управления в течение примерно полусекунды. Движение двери начнется после отпускания кнопки. Функция остановки двери. Для того, чтобы остановить дверь во время движения, необходимо один раз кратковременно нажать на кнопку управления. При этом, если дверь двигалась в сторону закрытия, она остановится и откатится обратно. А если дверь двигалась в сторону открытия, соответственно, она остановится. Функция регулировки ширины открытия двери. Откройте дверь, переместите ее в нужное положение, нажмите кнопку управления и удерживайте ее нажатой примерно 10 секунд до двукратного звукового сигнала. После этого отпустите кнопку. Теперь привод автоматически запомнит выставленную ширину открытия. Следующая функция является уникальной для речных приводов и есть только у привода Кайман. Это функция регулировки скорости закрытия двери. Нажмите и удерживайте кнопку управления, нажатой, приблизительно 20 секунд до появления четырехкратного звукового сигнала. Отпустите кнопку. Для того, чтобы уменьшить скорость движения двери, необходимо во время ее открытия несколько раз нажать на кнопку управления. При этом каждое нажатие будет уменьшать скорость на одну ступень. Для того, чтобы увеличить скорость движения двери, необходимо во время ее закрытия несколько раз нажать на кнопку управления двери. При этом каждое нажатие будет увеличивать скорость на одну ступень. А всего у привода Кайман, напомню, три уровня скорости. Функция возврата к заводским настройкам. Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение приблизительно 25 секунд до появления многократного звукового сигнала. После этого отпустите кнопку. Все установки привода будут сброшены к заводским настройкам. Также сброс к заводским настройкам можно осуществить, отключив электропитание привода. В этом видео мы решили акцентировать ваше внимание именно на возможностях пользовательской настройки привода Кайман. Как настроить его так, чтобы он был удобен в использовании лично вам. Если у вас остались вопросы по приводу Кайман, либо по любой другой нашей продукции, обращайтесь в отдел продаж и сервиса нашей компании. Мы всегда вам поможем. Всем спасибо за внимание. Всем пока!